Компания «Промкомплект» предлагает Насосные станции, системы водоочистки, краны шаровые, циркуляционные насосы, термоманометры, счётчики бытовые, трубы и фитинги полипропиленовые. «Промкомплект» – всё для водоснабжения и отопления в доме. Качественно и по разумным ценам. «Промкомплект» – монтажников 1, телефон 75 15 85. Торговый комплекс «Три мартышки», проспект Гагарина, 48,3. Здравствуйте, с вами я Андрей Ивлев, и сейчас о том, каким было наше время сегодня, чем запомнится первый день октября. И снег, и град. В Оренбурге повеяло зимой. В мэрии решили, что пора начинать отопительный сезон, где уже потеплели батареи. Банк закрыли, а вкладчики остались. С кого теперь требовать деньги? Нету ничего. Ну что это такое? Будем ждать, посмотрим. Страсти вокруг Пушкина набирают обороты, что говорят в Центробанке. В выставочный зал захватили роботы. Терминатор, андроид, пластероид и робот-скорпион. Сколько их и зачем они в Оренбурге? И зарядка с чемпионом. Оренбургские школьники начали день в стиле дзюдо. Тон задавала прославленная Юлия Кузина. Всё о спорте через несколько минут в обзоре Сергея Пищенко. Страсти по Пушкину. Оренбургские вкладчики стучатся в двери закрытого банка. Осада кризисно-финансового заведения началась сразу, как только у него отозвали лицензию. О том, что банка Пушкину больше нет, стало известно накануне. Теперь главный вопрос. Кто и когда вернет вклады? В Оренбургском управлении Центробанка сегодня сообщили, что ситуацию держат под контролем. Вся последняя информация у Яны Корчик. 30 сентября Центробанк объявил об отзыве лицензии у банка Пушкина. Уже сегодня двери банка закрыты. Внутри, похоже, кто-то находится. Сотрудники периодически выглядывают в окна. Однако на входе клиента встречают лишь объявление о банкротстве заведения. Двери банка Пушкина по улице Маршала Жукова больше не распахнуты для своих клиентов. Попытки переговорить с персоналом банка оказались безуспешными и у нашей съемочной группы. Движение по ту сторону двери мы заметили, но открывать нам не стали. В то время как в другом офисе по адресу Чкалова 2 атмосфера царит более оживленная. Люди пытаются достучаться до банка, которому доверили свои деньги. У меня ипотека сейчас. Ну вот вы, наверное, уже узнали о том, что банк закрыт. Как теперь думаете, что делать? Мы будем ждать, посмотрим. До следующего платежа еще месяца. Так что там прояснится, видно будет. Я представляю, что чувствуют вкладчики. Нету ничего. Ну что это такое? Деньги, когда брали, было бы все хорошо, а сейчас вот. Между тем причины, по которым сотрудники банка прячутся от своих вкладчиков, уже известны. До коллапса довела высокорискованная кредитная политика финансовой организации. Теперь безответно оббивают пороги Пушкина и пенсионеры, которые также стали заложниками банковского краха. Ну может быть по социальным картам они додумаются пенсионерам выдать все и как можно быстрее. Однако вскоре двери банка открылись, но не для брошенных в неведении людей. Финансовую организацию доставили пиццу и сделали это столь конспиративно и быстро, что прорваться внутрь у теперь уже бывших клиентов возможности не представилось. Ситуацию прояснили в Оренбургском управлении Центробанка. И самое главное, без своих денег вкладчики не останутся. Указанная кредитная организация является участником системы страхования вкладов. А это значит, что каждый вкладчик, физическое лицо, имеет право на получение страхового возмещения. Страховая сумма, возврат которой гарантирован вкладчику государством, составляет 700 тысяч рублей. По данным АСВ, в срок не позднее 4 октября 2013 года будут определены банки-агенты для максимально быстрой выплаты компенсации населению по вкладам. И уже сейчас Центральный банк России назначил временную администрацию по управлению кредитной организацией. Таким образом контролировать ситуацию будут на федеральном и местном уровне. Также сообщается, что первые выплаты начнутся не позднее 14 октября 2013 года. Яна Корчик, Константин Воробьев. Наше время. О том, как будут выплачивать вклады, более подробно обещали рассказать в Оренбургском управлении Центробанка. Мы продолжим эту тему. Смотрите наше время. Кто больше? Троллейбусное депо на улице Лесозащитной в Оренбурге выставили на торги. Начальная цена чуть выше 17 миллионов рублей. Именно стоимость объекта, напомню, стала причиной серьезных споров в городском совете в июне. Тогда одни депутаты посчитали, что здание старого троллейбусного депо можно продать дороже, чем за 17 миллионов. Другие заявили, что торги это по сути аукцион, а значит цена может вырасти в разы. И определили цену в 150 миллионов рублей. Получится ли так выгодно продать депо или оно все-таки уйдет за бесценок, станет ясно после окончания торгов. Автомобили в Оренбурге эвакуировали не по правилам. Такое заявление сегодня сделали в областной прокуратуре. Там обвинили региональное управление МВД в нарушении закона о конкуренции. В надзорном ведомстве посчитали, что договор на услуги эвакуации с компанией ПИК был заключен без предварительного проведения торгов. А это уже явное ущемление прав конкурирующих организаций. Прокуратура обратилась в арбитражный суд. Посчитали, что это незаконно, обратились в арбитражный суд. Арбитражный суд нас поддержал, нашу позицию признал законной и обоснованной. Состоялось решение суда об удовлетворении исковых требований прокуратуры. На сегодняшний день с этим решением не согласился ответчик, он его оспаривает. Оренбуржцы почувствовали дыхание зимы. Сегодня в областном центре прошел первый снег. Из-за плюсовых температур он достаточно быстро превратился в дождь. По прогнозам синоптиков Оренбургского гидрометцентра, в ближайшие сутки такие осадки могут повториться. А вот к концу недели в регионе немного потеплеет. Добавлю, что в прошлом году в Оренбурже первый снег выпал только в ноябре. А это видео мы получили из поселка Степнова. Несколько часов назад там прошел град величиной с горошину. Вот как раз эти кадры. Град продолжался недолго, поэтому обошлось без последствий. Между тем, жить становится теплее. Батареи в домах больше не обжигают холодом. Сегодня в Оренбурге начались пробные пуски тепла. Постановление подписали в администрации города. В первую очередь потеплело в больницах и школах. Впрочем, некоторые детские сады обогреваются уже с 25 сентября. Как сообщили в администрации, уже в среду в Оренбурге официально начинается отопительный сезон. В течение пяти дней среднесуточная температура воздуха на улице была плюс 8 градусов. Для коммунальщиков это главное правило. Однако общественность в последнее время предлагает его пересмотреть и подавать тепло, как только похолодает. Когда отопительный сезон не в радость, жительница дома номер 30 переулка Тупова устраняет последствия потопа. Две недели назад ее квартиру залило кипятком. Так закончилась проверка системы отопления. Во всех бедах женщина обвинила коммунальщиков и обратилась в мэрию. Сегодня в ситуации разбиралась наша Ольга Патрушева. Наняли рабочих, все купили новое, все на год, ровно на год хватило. Похвалиться новым ремонтом даже не успели. Уютной детской здесь и не пахнет, а вот запах сырости повсюду. 17 сентября с потолка в квартиру хлынула горячая вода. Это было утром, когда нас не было дома. Были утром. Никто не предупредил, что будут заполнять трубы. Трубы заполняли горячей водой. Вот этот кипяток вышел сразу сюда. А потом, как это все случилось, повесили нам объявление. Якобы будут промывать трубы и делать опрессовку. Повесили 23 числа. На объявлении, кроме запоздалой даты, черным по белому телефон организации, которой опрессовку провести обещала. Галина Голикова позвонила туда в первую очередь. Услышав жалобы, женщины в ответ ей просто рассмеялись. Да, жиры, жиры, перебуды. Смотрите, все. Большое спасибо. Однако все оказалось намного проще. Соседи сверху затеяли ремонт и в том числе и меняли трубы центрального отопления на газовый котел. И по их словам, делали это законно. Управляющую компанию, да, я ходил. Но я, они мне дали разрешение на установку газового котла. Он разрешение на проведение работ в своей квартире не получал. Естественно, данные работы по замене инженерных сетей и радиаторов отопления в данной квартире проводились самовольно. В администрацию Оренбурга Галину Голику отправляют в суд. Причем идти ей туда надо с заявлениями на соседей. Управляющая компания здесь ни при чем. По данным чиновника, 17 сентября в 30-м доме по переулку Тупому опрессовка не проводилась. Ольга Патрушева, Константин Воробьев. Наше время. Я напомню, сообщить новости и рассказать о проблемах всегда можно журналистам телекомпании «Регион». Звоните на наш телефон 310462. Мы выясним и обязательно покажем. И навоз может быть полезен. Опыт оренбургских предпринимателей по производству газа сегодня предложил изучить главам районов губернатор Юрий Берг. Для руководителя территории он устроил экскурсию по предприятию, которая с выгодой перерабатывает отходы. Елена Кузнецова и Станислав Доминов теперь тоже знают, что можно сделать из навоза. Геннадий Михайлович сажает клубнику. Быстро, временами не слишком аккуратно. Уверен, все равно приживется на ура. Так что приглашаю вас я на следующий год на клубнику. Его главный секрет – особое удобрение. Садоводы прозвали эту смесь микстурой для земли. Производят сыпучую добавку самородова на специальном биокомплексе. В интернете очень много смотрел, как на Западе фермеры используют эти биоустановки. Вот это экологические чистые удобрения. И поэтому давно хотел, чтобы у нас кто-то в Оренбурге этим занимался. И вот, слава богу, нашелся практичный человек. Практичный человек запихнул в небольшое здание целый комплекс по производству удобрений, энергии и биогаза. Буквально сделал конфетку из… Это испорченные продукты наших магазинов Оренбурга. Мы привозим их сюда, перерабатываем и получаем биогаз, метан. Смородное сырье, навоз, отходы птичьей жизнедеятельности. В переработку можно пустить почти все. Поэтому такие комплексы приживутся в глубинке, по соседству с комплексами животноводческими. В удобрении, главное, газ станут реальной поддержкой сельскому хозяйству. Это по-настоящему мини-заправочный комплекс. Размером с обычную комнату. И главное, поставить его можно хоть в чистом поле, что очень удобно для аграриев. Во время посевной или уборочной не придется далеко до заправки гонять сельхозтехнику. Стоит такое удовольствие, конечно, не дешево, от миллиона до трех. Но эксперты уверены, затраты точно окупятся. Перевод сельхозтехники на метан сейчас идея фикс в областном правительстве. Губернатор привез на Оренбургский завод целую делегацию из районов и лично агитировал. Переходить на газ. Ведь метан втрое дешевле жидкого топлива. Это единственный реальный способ экономии. Он пригласил. Посмотрели. Дальше пусть думают. Я думаю, поговорили, какую поддержку тут и область оказывала. Это пожалуйста, делайте. Самое главное, что что-нибудь делайте. С такой пропагандой районные гости не спорили, слушали внимательно, смотрели с любопытством. Резюмировали вполне ожидаемо. Интересная программа. То, что она и областная программа. Можно попасть в грант, получить определенные деньги, ну и развивать. Получить подъемные действительно возможно. В области обещают. Газовым пионерам помогут и со строительством комплексов, и с переводом техники. В большом переходе главное начать. А дальше выгоды себя покажут. Елена Кузнецова, Станислав Даминов. Наше время. Еще новости. Оренбургским призывникам предложили проскинуть. В вооруженных силах начали комплектовать научные роты. Солдаты, которые пополнят их ряды, будут участвовать в научно-исследовательских, конструкторских и испытательных работах. Светлые головы привлекут и в изобретательской деятельности. Сколько оренбуржцев пожелают грызть гранит науки на службе, пока неизвестно. Сегодня, между тем, официально по всей стране стартовала осенняя призывная кампания. Из Оренбургской области в ряды вооруженных сил на год отправится 2500 человек. Выставочный зал захватили роботы. Сегодня в Оренбургском кривическом музее открылась шоу-выставка «Восстание машин». Все 16 двухметровых гигантов – герои фантастических фильмов и компьютерных игр. Это терминатор, андроид, пластероид, робот-скорпион. К тому же они еще и говорят, как грубые роботы становятся объектами арт-искусства, увидела Екатерина Киселева. Сейчас в подвале Кировеческого музея тихо и темно, но стоит только подать сюда немного электричества, как эти коридоры мгновенно превратятся в настоящее поле боя роботов, трансформеров и оборотней. Среди восставших 16 гигантов, шумных и вооруженных. Все они – обитатели разных планет. Вот это вот андроид, это персонаж, который с этого персонажа началась в этом выпуске. Пять лет назад этот андроид участвовал в столичном спектакле. Когда зал рукоплескал ему стоя, создатели решили, им под силу оживить и других героев в фильмах, компьютерных игр. Так получился целый металлический мир. Так вот, мини-робот сидит, управляет этим корабликом, который ходит оживлее. Специальные датчики помогают этим машинам отвечать движением на движение зрителя. Хотя оживляют все эти механизмы, скорее, силы мысли робототехников и находчивость художников, а отнюдь не передовые технологии. Это настоящие метали автомобилей. Какие-то коробки там. Эти восставшие не проживут и дня не только без электричества, но и без внимания зрителей. Когда публика теряет интерес к металлическому экспонату, его отправляют на пенсию. А жизненно важные органы пускают на запчасти более младых популярных собратьев. Лилия Минахмедова – мама этих оживающих гигантов. Она уверена, за три года работы роботы перестали быть бездушной грудой металла и превратились в характерных персонажей. Ведь электричество везде одинаковое, а ведут они себя всегда по-разному. Кто-то более капризный, кто-то работает все время без всяких эксцессов. Капризует у нас оборотень, все время ломается, что-то капризничает. Капризничает. И он, кстати, самый любимый персонаж на выставке. Может быть, к нему очень много внимания, и поэтому он капризничает. Выставка едва открылась, а группа студентов уже сбежала ради нее с пары. Сбежала и не пожалела. Сейчас самый клевый хищник был. Он всех уделал. Но если сильный пол был среди этих героев, как рыба в воде, то прекрасный все больше вздрагивал от громких звуков и резких движений. Это скорпион вообще. Прям побоялся. За три года инопланетные гастролеры объехали всю Россию, от Сочи до Новосибирска. Каждый раз, отправляясь в путь из таких цельных натур, они превращались в аналах конструктора Лего. Рука отдельная, пулемет отдельная, вторая рука отдельная, голова отдельная. Но пока о переезде и думать-то рано. Железные громилы собираются гостить в нашем городе как минимум до ноября. Так что есть время поучаствовать в восстании машин. Сергей Киселев, Вадим Даминов. Наше время. Вместе не один десяток лет. Сегодня в Международный день пожилых людей в Оренбурге чествовали семейных долгожителей. На праздничный обед депутаты городского совета Ольга Березнева и Алексей Кузьмин пригласили пары, которые прожили в браке больше 30 лет. Юрий Мишенин отправился на эту встречу, чтобы узнать некоторые секреты счастливой семейной жизни. И ведь узнал. Влюбился, как говорится, с первого взгляда. И все, и потом поженились. Анна Васильевна и Иван Федорович Ануфриевы вместе уже 55 лет. У них трое детей, семеро внуков и три правнука. Богатые люди. И дело совсем не в деньгах. Больших капиталов они-то как раз и не скопили. Все их богатство, родственники, друзья и долгие семейные отношения. Рецепт которых очень прост. Уважение надо друг к другу. Все, весь секрет. И прощение. Да, и прощение. Это самое главное. Где поругались, где помирились. В этом зале о том, как жить долго и счастливо, может рассказать каждый. Все эти 26 пар – семейные долгожители. Кто-то вместе 30 лет, а кто-то уже 60. Достойный пример для подражания. Те семьи, в которых любовь сопровождает людей всю жизнь и дружба семейная, оно и дает корни и в их детях, и в их внуках продолжение рода именно в этом направлении добра, любви и взаимопонимания, выручки. Это праздник мудрых людей. Это праздник людей, которые знающие жизнь. Это праздник людей, которые дадут совет, любой совет. Мудрый совет, который действительно уже на протяжении жизни. И можно прийти к людям, действительно пообщаться, с которыми можно просто поговорить на любые темы. А депутатов городского совета ветеранам слова благодарности, цветы и подарки, и обещания. Следующую встречу провести совместно с молодыми парами. Ведь должен же кто-то перенимать опыт такой долгой семейной жизни. Юрий Мишенин, Виктор Гошенев. Наше время. И новости профессионального спорта. Из Эстонии с золотом. Оренбурженка Мария Зубова завоевала титул чемпиона Европы по тяжелой атлетике. Генерское первенство континента совершилось в Таллине. За медали соревнований боролись 127 спортсменов из 26 стран Старого Света. Мария Зубова стала первой в весовой категории 69 килограммов, подняв в сумме 226 килограммов. Невероятно, по-моему. К нам сейчас присоединяется Сергей Тыщенко. Он готов рассказать о том, что еще было интересного. Это новости спорта на телеканале «Регион». Здравствуйте. Лучшие кроссмены страны в одном месте. В Оренбурге прошел чемпионат России по легкоатлетическому кроссу. За медали первенства в Зауральной Роще боролись представители 27 регионов. В общеканалном зачете более чем уверенную победу праздновал Чувашия. Оренбург встретил спортсменов не самой лучшей погодой, что, впрочем, не помешало кроссменам показать отличные результаты. Традиционно сильно выступили чувашские легкоатлеты, опередившие в командном первенстве на 73 очка представители Башкортостана. Третьими стали столичные кроссмены, набравшие в общей сложности 223 балла. Сборная Оренбургской области показала на домашней трассе девятый результат, выиграв серебряные медали в эстафете 4 по 1 километру. Вице-чемпионами России по легкоатлетическому кроссу стали Наталья Гусева, Андрей Саечев, Алина Матвичук и Владимир Попов. Школьники вышли на зарядку. Оренбург присоединился к всероссийской акции «Зарядка с чемпионом». В качестве площадки для проведения мероприятий был выбран центр дзюдо. Ну а роль ведущей своеобразного урока физкультуры досталась нашей прославленной спортсменке, обладательнице всех возможных титулов и наград Юлии Шабаловой, в спортивном мире больше известной как Юлия Кузина. Центр дзюдо, к слову, едва вместил всех участников мероприятия. На зарядку пришли учащиеся начальных классов 78-й школы. В течение 20 минут 200 школьников выполняли нехитрые упражнения, уроком физкультуры в новом для себя формате явно остались довольны. Многие дети, по-моему, первый раз вообще со спортом и в частности дзюдо столкнулись. Это вызывает у них положительные эмоции. Я думаю, может кто-то решит заниматься спортом, а может быть даже дзюдо. И пока это все новости спорта. До встречи. Позаботьтесь о своем здоровье. В Оренбурге открылась ярмарка башкирского меда. Более двух десятков сортов самого популярного и редкого меда. Лакомство от пасеки Монастырской заслуженно пользуется популярностью у жителей города. Мед покупаю здесь уже не первый год на этой выставке. Очень вкусный, всегда очень свежий, очень полезный. Всем рекомендую очень вкусный и полезный мед. Советую. Любой сорт меда на ярмарке можно попробовать совершенно бесплатно. Порадует покупателей цены на мед. Что не сорт, то целое кладовое здоровье. Таежный мед омолаживает организм, гречишный для желудка, боярышниковый для сердца и сосудов. Привезли редчайший мед диких пчел от грузянской дикой пчелы, который собирается из дупла дерева. Конфитюры из свежих ягод, которые готовятся на пару в собственном соку без сахара, на яблочном пектине. Также на выставке в изобилии представлены все продукты пчеловодства. Здесь же можно купить натуральную халву и домашнее подсолнечное масло. И еще один приятный сюрприз. При покупке банка меда в подарок. Все подробности акции на ярмарке. Торопитесь, выставка меда работает со 2 по 13 октября на улице Ковдева, 43, рядом с цирком. Напряжение и усталость глаз, размытие изображения, сухость и раздражение. Самые распространенные симптомы нарушения зрения все чаще тревожат современного человека. Любой из них – повод обратиться к врачу. Большую часть информации об окружающем мире мы получаем через наши органы зрения. В современном мире с тем большим количеством объема информации, с которым мы сталкиваемся, зрительный аппарат испытывает колоссальные нагрузки. Здесь особо нужно выделить группу людей. Это школьники, студенты, офисные работники, работа которых связана с чтением книг, использованием мониторов, планшетов и смартфонов. В связи с этим большую значимость приобретает постоянное регулярное посещение врача-отальмолога с целью выявления нарушения зрения и предотвращения дальнейшего его прогрессирования этих нарушений. Особое внимание следует уделять диагностике зрения у детей, поскольку снижение его остроты препятствует полноценному развитию ребенка. Самых маленьких пациентов ждут в салоне оптики Делор на улице Солмышской, 48. Все остальные желающие в честь Дня защиты зрения могут посетить любой салон сети оптик. Совершенно бесплатно пройти обследование и получить рекомендации профессиональных врачей-офтальмологов. Делор ждет вас с 1 по 10 октября и напоминает, что регулярное обследование зрения – это лучшая профилактика глазных заболеваний. Екатерина Платонова, Вадим Доминов. Наше время. Внимание у жителей Оренбурга и пригорода. Сейчас всегда актуальная информация от городских электрических сетей. 2 октября в областном центре и Оренбургском районе не будет электроэнергии. Причина – плановые работы. Уточнить всю информацию можно на сайте компании в интернете, а также по телефону 56 83 38 либо 98 48 48. И еще одно важное сообщение. Оренбургские тепловые сети предупреждают, что по причине аварийно-восстановительных работ 2 октября не будет горячей воды в некоторых жилых домах. В компании извиняются за временные неудобства. И последние пять дней, чтобы успеть отправить открытку. Оренбургские школьники поздравляют своих учителей по почте. В этом году впервые в стране проводится всероссийская акция «Мой учитель». Отправить открытку может каждый вплоть до Дня учителя 5 октября. Сотни посланий уже, кстати, дошли до адресатов. Учителей мы еще поздравим с праздником, а пока еще раз с Днем пожилых людей всех, кто относит себя к этой категории. Завтра в студии наша всегда молодая Юлия Гафарова. Удачи вам! Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok